Фэн, шуй, с вами Лизард, и давно мы что-то с вами не раскладывали картишки, что-то давно не выходило на нашем канале видосов, в которых я бы раскладывал какие-то расклады, ну, собственно, для подписчиков вот в таком вот формате, да, сейчас поймете в каком, если не видели раньше моих раскладов. Ну, в общем-то, что-то как-то мы раньше эти расклады делали, а потом на них что-то подзабили, какие-то другие темы пошли, а сейчас солнце идет по рыбам, и я такой подумал, нет, надо, короче, все-таки заняться гаданием. Как раз, по-моему, вот у нас рассвет вот этих гаданий как раз и был, когда солнце совершало транзит по рыбам в прошлый раз, как раз вот мы сидели в марте месяце, по-моему, устраивали как раз бесплатные гадания, еще какие-то такие вот дела. Вот, и я что-то как-то опять, ну, видите, опять это самое, все циклично, все повторяется, и уж солнце пошло по рыбам, ну, вот львы становятся рыбами в этот момент, потому что управитель львов солнца, и я лев. Ладно, опять мы что-то заболтались обо мне, да, обо мне. Сегодня будем делать, ну, такое более-менее классическое гадание, которое называется «Исполнится ли задуманное?». Ну, я оговорюсь, что задуманное, оно так или иначе как-то в любом случае исполняется, да, вот, потому что, допустим, отрицательный результат – это тоже результат, да, как-никак. То есть, ой, у меня тут выпали какие-то перевернутые карты, тут надо перемешать, чтобы вот не было перевернутых. Ну, вот, и я сейчас хочу, чтобы вы вот сейчас настраивались на какой-то ваш такой вот запрос ко вселенной, да, вот у вас есть что-то, что вы задумали, что вы хотите вот что-то осуществить, и вот насколько вот это, это ваше то, что вы задумали, вот примет какую вот форму, да, но так или иначе, как-то, какую-то форму да примет, правильно? Вот мы и посмотрим, во что превратится то, что вам задумано, на что это будет похоже, да, какое агрегатное состояние, так сказать, вот, считается с того, что вот вы задумали. Ну, предположим, сроки ставим, ну, в течение года, вот как-то так, да. Я выложу 4 позиции карт, вы должны будете выбрать одну из позиций, поэтому, пожалуйста, настраивайтесь на ваш запрос, подумайте хорошенько, никуда не торопитесь, торопиться не стоит. Вот вы всю суету всякую там отбросьте, расслабьтесь, помедитируйте немного на свечу, хорошенько вот задумайтесь, да, по поводу того, что вами задумано. Что вами задумано, как следует вот эту вот мыслеформу, представьте, да. Можете себе вот представить это вот нечто вами задуманное, как вот этот амулет, как некое такое вот, некое завихрение нейронов в головном мозге, которое между синапсами, так сказать, передает какой-то сигнал, да, или же вы можете увидеть этот символ, как мировое древо. В общем, все зависит от того, как настроен ваш тональ, конечно же, да. Посмотрите немножко на горящую свечу, как она горит, подумайте о своем вопросе, подумайте, как следует. Посмотрите на амулет Велеса. Велес здесь поставлен специально для того, чтобы вот все действительно такие серьезные вот вопросы, которые, ну, действительно, все-таки речь же идет о задуманном вами, да, это же, наверное, что-то, что вы хотите, чтобы это было, приняло какую-то вот именно материальную форму, в конце концов, да. Вот поэтому Велес тут для того, чтобы и об этом тоже вот как бы побеспокоиться, а также пролить дополнительные мудрости на это. Вот. Никуда не спешим, никуда не торопимся. Итак, я надеюсь, что вы загадали, вернее, что загадали, вы настроились уже на мою волну, да. Я надеюсь, что вы на моей волне, и вы должны выбрать свою карту. Первый номер, второй номер, третий номер и четвертый номер. Делайте свой выбор, под каким номером ответ для вас. И да, тайм-коды в наличии, можете пользоваться тайм-кодами. Все, я надеюсь, что вы загадали. Я надеюсь, что вы загадали свой номер. Итак, вскрываем позицию номер один. Позиция номер один, влюбленный. Ну, то, что вами задумано, оно, конечно же, сопряжено с идеей выбора сердца, да. То есть, это нечто, что вы задумали, это именно сопряжено с какими-то такими переживаниями по поводу того, что вот это, то, что вы задумали, оно выбирается именно вот сердцем, а не умом, да. То есть, в этом может быть даже какое-то вот предназначение или же... Также здесь мы можем видеть, на самом деле, ситуацию выбора, вот. Ситуацию выбора между прошлым и будущим, да, между чем-то вот, что ты любишь, и при этом чем-то другим, что ты тоже любишь. И вот тут важно только вот понять, что ты больше любишь. Ну, однозначно, то есть, то, что вами задумано, оно имеет весьма возвышенные такие какие-то мотивы. И здесь, опять же, вот я так чувствую, это какой-то вот путь сердца, да. Но давайте посмотрим более детализированно, выложим еще две карты, что же там дальше мы увидим. А дальше мы увидим восьмерку Пентакли и двойку Мечей. Так, ну, вот интересно получается. Опять еще одна карта, которая говорит о ситуации как раз вот выборами между... Выбором между чем-то двумя, да, все-таки карта такая, двойка Мечей. И здесь есть, конечно, ситуация такого выбора и последующего некоторого зашоривания по поводу вот этого выбора. Да, то есть, человек уже выбрал эту возможность и не видит, что у этого, в общем-то, есть, может быть, даже какая-то перспектива, или же он просто перестает воспринимать иные пути. Вот, но, в принципе, наличие в этом раскладе восьмерки Пентакли может указывать на то, что это дело, в принципе, имеет все шансы вылиться во что-то такое, да, выраженное на земном плане. Это может быть нечто, приносящее даже какие-то деньги. По крайней мере, здесь будет присутствовать, будет присутствовать тематика занятия каким-то довольно монотонным погружением в какие-то монотонные земные процессы, которые не всегда развлекательного, правда, вот характера, да, но, однако, это нечто, что при должном обращении может действительно привести к накоплению каких-то богатств, может быть, да, то есть тут все зависит от усердия, ну, богатств, в том числе и духовных, если хотите, да, потому что здесь все-таки ситуация как раз выбора влюбленные, вот, и выбор должен быть сделан именно сердцем, вот, но двойка, двойка мечей отрезает при всем при этом, как бы, другие возможности, если человек полностью уйдет в идею реализации вот именно задуманного по вот этой позиции, да, то он сам себя очень сильно ограничит от всего остального, и, как бы, в этом может быть проблема, хотя кому проблема, а кому просто ситуация довольно такая, малоинтересная, в общем-то. Переходим к следующей позиции, позиция номер два. Дурак, замечательная карта, исполнится ли вот задуманная, ну, задуманная вами может иметь какой-то несерьезный подтекст, да, задуманная вами, ну, скорее всего, вот вы просто ради какого-то праздного развлечения, на самом деле, спросили, и ни хрена не настроились нормально, да, хуйню какую-то спросили, там, типа, просто для того, чтобы лизарда проверить, работают ли карты, например, да, или что-то такое. Но если вы все-таки не так сделали, да, то, ну, здесь, как бы, все возможности открыты, и вот это вот то, что вот вы задумали, да, ну, возможность, в принципе, открыта, но давайте вот как-то это вот детализируем. Почему я говорю, что открыта? Потому что карта Дурак, она ураническая карта, вот, у меня плотно ассоциируется именно с ураном, вот, и в этом плане уран, он, как бы, такой, в общем-то, генератор исполнения задуманного, на самом деле, да, ну, давайте как-то детализируем вторую позицию тройка, пентакли и иерофант. Вот, ну, если вы при этом, как бы, спросили не из праздного интереса, да, а все-таки из-за действительно вот таких нормальных соображений, карта мне говорит следующее, что, в принципе, сейчас вы к этому не готовы, да, к реализации задуманного, потому что вы дурак, как бы. Вот, и вам надо пойти поучиться. Поучиться? Я не знаю, если вы спросили про работу, то пойдите поучиться. Иерофант, карта тоже учебы, верховный жрец, она тут называется, иерофант, иерофантом называют, в этой колоде он верховный жрец называется, короче. Ну, фигура такая, именно жреческая тут, человек, который направляет всех на путь истинный и дает какие-то знания. Вот, если это любовная тематика, то тут, опять же, требуется одобрение каких-то более вышестоящих лиц, например, да. Если тут речь идет про работу какую-нибудь, пойди, обучись к гуру какому-нибудь, сходи. Если это вообще идет, ну, вообще практически любые желания, что вы можете, в принципе, такое придумать? Ну, блядь, пойдите, поучитесь, тройка. Тройка, вот, пентакли. Ну, и поучитесь у того, кто действительно, вот, обладает каким-то знанием, чтобы быть не дураком, вот, а иерофантом, чтобы самому стать, вот, иерофантом, вот, и верховным жрецом. Разберитесь, поставленным вами в вопросе досконально, поучитесь. Если даже это был вопрос серии, исполнится ли задуманное, там, трахнуться с девушкой, выпало вот это. Пойдите, поучитесь, послушайте тренинги по тому, как трахаться с девушкой, например. То есть, или там, исполнится ли задуманное, как там, выигрывать в лотерее. Тоже отличный вопрос для дурака. Ладно, я не буду сейчас перебирать просто все возможные вопросы, что вы там спросили. Я же не знаю, что вы спросили, в конце концов, что я смотрю. Хуйней занимаюсь, да. Ну, ладно, третья позиция, третья позиция, третья позиция, вы готовы. Наберите в грудь побольше воздуха, потому что мы вскрываем третью позицию. Третья позиция. Гадание, исполнится ли задуманное, исполнится ли задуманное, что за задуманное. Ну, тут у нас восьмерка кубков, да. Сама по себе карта про исполнение задуманного нихрена не говорит. Говорит она скорее об уходе, отстранении каком-то. Но отстранение не таком, когда ты уходишь, громко хлопнув дверью, и после которого все остальное нахрен теряет всякий смысл. Нет, тут ты уходишь от какой-то благополучной, комфортной ситуации, для того, чтобы получить какой-то духовный путь, вернее, получить какой-то духовный опыт. Это какой-то духовный путь, да. В этом плане эта карта как бы говорит о том, что, ну, не будет такой точки, где это задуманное прямо вот исполнится, и можно будет сказать, ага, я исполнил то, что вот задумано. Нет, такого не будет. Будет здесь ситуация пути. Ситуация пути, по которому ты вот идешь, и конечная точка тут только твоя смерть, как бы. А так путь будет продолжаться, как бы, и после того, как ты даже чего-то добьешься, ты все равно не будешь зафиксирован, опять же, в этой точке, в той же самой точке удовлетворения и радости, ты рано или поздно и уйдешь от этой радости, даже если ее добьешься, а ты вполне можешь ее, в принципе, и добиться. Но потом уйдешь от этого. Посмотрим более детализировано, чуваки, что же там такое. Четверка Пентакли и Паш Пентакли. Ну, опять же, здесь мы встречаемся с какими-то такими довольно земными ситуациями, по большей части, да, хотя я изначально сказал по поводу духовных путей. Вот, ну, вполне себе может быть, конечно, и духовный путь, однако в нем ты новичок, скажем так, Паш Пентакли, человек, в общем-то, начинающий такой тоже. Вообще какие-то потуги на то, чтобы представлять из себя нечто заслуживающее уважения, скажем так. А четверка Пентакли может говорить о какой-то скованности слишком, ну, вот, нераскрытом потенциале каком-то. Вот, и то есть, опять же, мы здесь видим, что задуманное, оно не будет, вот, осуществлено, вот, прямо вот так вот, что можно будет сказать, что тут вот мы пришли к какому-то конечному результату. Здесь ты в состоянии какого-то ученика, который постоянно учится, и как-то это самое, не будет здесь какой-то конечной точки. Ну, и вообще, на самом деле, как бы, расклад, который, конечно же, прямо никак не отвечает на поставленный вопрос. Может быть, я еще как-то детализирую, вот, блин, исполнится его все-таки задуманно или нет. Вот, прям так, по-тупому спросим, и тройка. Ну, видимо, это, что ты задумал, не сердцем ты выбираешь, как бы, но умом. Вполне возможно, что ты просто забьешь рано или поздно эту идею. Или если ты пойдешь по этому пути, ты можешь быть разочарован и будешь мучиться по поводу того, что нафиг я вообще вот сюда пошел, вот в это вот задуманное. Ты подумаешь о том, что лучше бы я что-нибудь другое задумал. Вот. Такой вот расклад. Ну и четвертая позиция, четвертая позиция, чуваки. Вы готовы? Вскрываемся. Пятерка пентаклей. Они идут по зимние улицы. Фактически, в чем матерь дела? Они бедные, они больные, они проходят мимо окна. Это была моя песенка, как раз про эту карту. Это вот можно, в принципе, одна из тех карт, которую можно толковать сразу, как нет. Потому что в этой карте, я ее называю карты нищие. Вряд ли, ну, если ты, конечно, не задумал быть нищим и быть в состоянии какого-то попрошайки, я не знаю, там, или вообще какого-то бомжа, я не знаю, такого человека, который просто, я не знаю, в полной жопе, да, то, в общем-то, в контексте за одного вопроса, желание, наверное, не будет исполнено. Потому что это какое-то странное желание, приводящее к нищете да бедности, в конечном итоге, и к позиции какой-то отстойности. Но сейчас давайте посмотрим, еще как-то детализируем эту позицию. Что там еще? Что там еще? Пятерка, пятерка мечей, пятерка мечей, тоже пятерка, между прочим, и тоже карта, ничего хорошего, в принципе, не говорящая. Карта, где ты сталкиваешься с ситуацией, что ты вроде бы победитель, но также ты проигравший, да, то есть ты понес потери во время этой битвы и, в общем-то, не остался выигрышей. Короче, хрень по этой вот позиции, задуманная вами, вряд ли осуществится. Но звезда, звезда все-таки дает некоторую надежду, что когда-то в будущем, вот когда, допустим, пройдет какое-то значительное время, вот может быть, тогда лучше будет попробовать еще раз вот это вот задуманное как-то переформулировать, переосмыслить и в какой-то другой форме реализовать. И тогда, может быть, звезды сойдутся по-другому, и тогда будет более благоприятное время для того, чтобы вот это вот делать. А сейчас с этим, пожалуй, не надо. Нахрен вот надо вот в пятерку Пентакли с пятеркой мечей. Вот, чуваки, пишите обязательно в комментариях, что вы загадывали вообще, какие были у вас вопросы, мне даже интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, и если вам мои гадания нравятся, я еще поснимаю, мне несложно. С вами был Лизард, слава Лизарди и фэн-шуй. Пока-пока. А это вот мой всякий фэн-шуй, да. Всякий фэн-шуй, всякий фэн-шуй. Пока-пока. Эй, напишите кодовое слово диджериду плюс, и если досмотрели до этого момента, вы самый элитный. И вы получаете скидку на 50 рублей по промокоду диджериду плюс на персональное гадание на стриме. Вы молодец. На этом пока.